Доброе утро, дорогие друзья, Бокертов! Мы начинаем наш второй урок по недельной главе Торы Бегар. Мы поговорим о заповеди года Шмиты, седьмого года. Отсчет годов Шмиты начался, когда мы зашли в страну Кнаан, и Гоша 14-лет воюет, после этого начинается раздел земли, и начинается отсчет годов Шмиты, юбилейных годов. И Всевышний говорит, что мы обязаны дать отдых земле. Значит, земля Израиля должна отдыхать каждый седьмой год. Нельзя пахать землю, нельзя сеять, нельзя убирать урожай. И если мы так поступаем, то тогда у нас будет шесть лет хорошего урожая, если мы это правильно выполняем. И мы, к сожалению, 430 лет это не выполнили. Первые годы, которые мы жили в стране, народом не выполнили. И за 70 лет несоблюдением годов Шмиты, и несоблюдением юбилейного года, 50-го года, мы были 70 лет в изгнании в Вавилоне, потом Всевышний нас пожалел, и мы вернулись. Всевышний тогда дал нам возможность. Царь Зверубавил построил, нет, сначала... Да-да, Царь Зверубавил построил второй храм. Вот так. Мы думали, что чем мы будем больше работать, тем мы больше пользы принесем своей семье. Но оказалось, все наоборот. Из-за этого мы были изнаны. И теперь мы обязаны вообще были жить по другим законам, и только пострадали. Мы пострадали, семьи наши. То есть эта заповедь, она очень хорошо влияет на урожай, на большое благословение. В общем, если мы верим во Всевышнего, все работает. Если мы соблюдаем у нас 6 лет, получаясь благородных, а не соблюдаем, то мы теряем, как пишут наши мудрецы, 4 года. 4 года, и 7 будут неплодородными. Если мы от этим задумаемся, то мы сделаем выводы, что надо соблюдать четко все, что говорит Тора, невзирая на то, что мы этого не понимаем. Равец как Зильбер была в Суверенной памяти, говорит в своей книге беседы о Торе. И он говорит, что люди, которые в современном Израиле соблюдали год шмиты, не работали в него, эти кибуцы религиозные, то у них урожай был больше. Они получали втрое больше урожая, даже больше, чем в обычный год. И, получается, были благословлены. Если не соблюдаем, то она работает все годы, и лучшего результата не достигнешь. Вот так. Интересно, что в конце шмиты мы обязаны простить все долги. Наши долги после года шмиты уже не работают. Все это наш. Сегодняшний урок на этом заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков Меннахум, Владимир Менгригорий, Павел Менефим, Хая Малка Бат-Йосиф, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Память Юрия Бенхаритон, Мендель Бен-Мендель, Здоровья Светлана Бат-Клара, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Аполлина Перк, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двойра Бат-Мириам, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Хороший Дух, Арон Ария Бен-Двойра, Низ Бен-Ахум, Авигаль Бат-Сара. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, скоро закончится эта война. До следующих встреч.